здравствуйте друзья сегодня вторник что-то у нас пасмурно может так света больше будет вторник и 13 марта сегодня выборы которым привлечено внимание всей страны как сказал президент трамп выступая там на митинге в поддержку одного из кандидатов к мир смотрит ну про мир не знаю а вот про страну знаю и но так смотрит мне вообще ситуация это чем-то по какой-то непонятной совершенно ассоциации напоминает то что сейчас происходит будет происходить в пенсильвании это сегодня вот сегодня там выбор напоминает мне эту битву при куликовом поле когда значит стояли напротив войска князь димитрия значит тут мамай и выходят два богатыря один пересвет а друг монах боярского рода значит там ученик сергия радонежского такой значит а с той стороны челубей или чилибей там по-разному называют он не просто здоровенный такой мужик и большой физической силы кстати и пересвет тоже это не просто два очень физически сильных человека это люди искусные в военном деле оба челубей считается непобедимым вообще совершенно ну и пересвет тоже не не так сказать не из подворотни то есть он еще будучи боярского рода еще до пострижения имел военные там заслуги и и так далее то есть такой мужчина и вот они выходят а традиция была в том чтобы вот вышли два бухгалтеря чисто традиция такая и сошлись надо сказать что когда сошлись пересвет и челубей это для обоих закончилась плачевно потому что челубей был убит прямо на месте он упал с коня они были на на конях с копьями а пересвет получил смертельное ранение и то ли он умер сразу когда конь его с ним вернулся в расположение войск князя димитрия то ли он уже мертвую его его привез и он там свалился с коня это сейчас сложность как дискуссии на эту тему но во всяком случае они оба погибли но один как бы сразу а другой так вот не совсем сразу и вот это все вот это вот очень очень как ни странно напоминает то что сейчас происходит в пенсильвании я вам просто объяснил искать вот откуда это аналоги ассоциация возникает значит там два человека схлестнулись а местность вот это вот западная пенсильвания там такой знаете пролетариат то что называется голубые воротнички синие воротнички пролетариат причем там такой стали литейный пролетариат тоже и то что трамп сейчас тарифы пошлины дополнительной на импорт стали и алюминия это как бы и они это очень поддерживают это как бы им им в помощь но дело в том что республиканскому кандидату я боюсь собрать фамилию по саконе помо и он действующий как бы конгрессмен это разыгрывается внеочередных выборах разыгрывается место в палате представителей то есть не не бог весь там какое значение все это имеет кроме вот чисто морального вот как допустим победил богатырь с этой стороны или стой вот моральная победа чего-то значит а вот так вот все остальное нет скажем если этого войска в три раза больше от а того в три раза меньше ну конечно моральная победа тоже хорошо но но их не стало меньше чем в три раза поэтому вот так значит такая сходка и надо сказать что за время искать президентства трампа было достаточно много всяких потерь на республиканском фронте и губернаторская должность и сенаторская штате алабама но там как бы было много объяснений почему ну как бы вот так было много объяснить но тут как бы уж такое место понимаете где трамп в этом вот дистрикте победил хиллари клинтон с преимуществом в 22 процента голосов это очень очень большое перевес 22 процента и сам факт того что мы видим такую схватку там сейчас которая прикована внимание всей страны и тогда казалось бы это как бы территория но просто это его территория для республиканская уж так скажем не его лично но все-таки то есть казалось бы уже из-за чего вообще сыр бор а сыр бор из-за того что там противостоит этому саконе такой молодой очень молодой мужик 33 года фамилия его лэм вы как барашек с буквой бина конце вот этот лэм он успел в маринах послужить такой можно сказать десантник мы так называем десантника и он юрист и он прокурором послужил тоже то есть в свои к своим 33 годам он какую-то карьеру уже сделал мало того он такой знаете демократ вот как у нас шварценеггер был республиканец но то есть свои его не узнавали вот шварценеггер он там скажем был против был за аборты на против запрещения абортов и такой либеральный был очень республиканец вот этот очень консервативный демократ то есть если например его сегодня поместить в конгресс американский это относительно всех демократов он будет сильно брак справа например вот после стрельбы во флориде он был против того чтобы наезжать на продажу оружия что еще он против абортов что для демократа как бы необычно он как бы поносит на чем свет стоит значит там нэнси пелоси которая руководитель значит там демократов в сенате в палате представить он что он там еще а он поддерживает тарифы пошлины которые ввел трамп на сталитейную продукцию то есть он вышиб у них у республиканцев которые там вот в этой западные пенсильване он у них выше абсолютно все козыри которые можно было бы там против него он просто вот так но плюс такой вояка служака где-то там он там фотографии его там как он там с двустволкой стоит но я утрирую с ружом и так далее в общем свой парень короче пролетарский можно сказать и по там какой то есть университет я честно не помню название которое опросы делает вот он он показал что этот лаем немножечко впереди немножечко впереди и никто не знает чья лошадь придет первым понимаете и на самом деле по большому счету никого сильно не интересует сохранить ли республиканская партия вот это вот место или например она его потеряет это примерно такого же значения события как там допустим победил пересвет или победил челубей то есть это абсолютно не меняет ничего в расстановке войск в численности в военные таскать мощи и так далее но вот как бы какой-то барай моральный такой аспект не более того то есть важность этого всего чисто морально да смотрите что дальше происходит значит 22 процента сверху имел трамп а этот но пусть будет поровну и еще раз совершенно не имеет значения полпроцента туда или полпроцента сюда то есть грубо говоря если мы примем что полпроцента полпроцента голосов избирателей отдадут это место значит республиканцу или демократу то что действительно существенно и жутко это то что из 22 процентов перевеса который был то ли 21 с половиной потеряли но 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 потеряли вот это вот львиную часть вот это вот лови лавина лавину преимущество которое было она ушла практически в ноль и это то что то что для них страшно дальше там еще два интересных обстоятельств значит одно интересное обстоятельство состоит в том что учитывая как бы моральный аспект всего этого дела всякие республиканские фонды которые для избирательных дел они стали туда денежку вкладывать они туда дали свыше и вот на эту конкретную избирательную кампанию свыше 10 миллионов долларов это приличная сумма для такого масштаба значит события эти доллары тратятся на рекламу на телевизионные ролики газетное объявление в соцсетях там и так далее республиканцы дали своему кандидату внешне вот эти вот источники что-то там чуть больше миллиона чуть больше миллион ну то есть вот почти в 10 раз там преимущество и деньги сказываются на знаете как вот когда капает 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 вот это это известно что деньги сказываются но тут есть второй аспект когда говорят что почему же демократы не поддержали финансово своего кандидата то выясняется что он сам производя так сказать компанию избирательную он сам собрал в пять раз больше чем его противник собрал сам понимаете да разницу то есть помимо денег которые идут из отдельных фондов они еще и сами ведут так вот он собрал в пять раз больше денег что на самом деле совершенно убийственно это говорит о поддержке то есть когда люди уже не просто голосовать ходят а когда уже деньги дают это уже как бы признак такой активности признак того что признак поддержки признак мобилизации как бы сказать избирательских масс то есть люди которые так вообще бы на выборы может не пошли а тут они пошли люди которые пошли но денег не давали теперь начинают деньги давать то есть идет активизация вот это протестная и я слышал неоднократно такое мнение что если бы люди заранее знали допустим чтобы брекзит закончится брекзитом то многие кто в этот день там поехали отдыхать значит пошли бы на выборы проголосовали вместо этого и был бы совершенно другой результат вот то что показывали опросы общественного мнения это одно а то что люди пошли ногами голосовать это совсем другой они были уверены что брекзит брекзита не будет и поехали отдыхать то же самое поскольку все опросы до единого показывали что побеждает клинтон значит бы я для я готов в это поверить как бы да начнет а люди не пошли потому что знали что и так все таскать закончится может быть час эти массы как-то демобилизуется мы не знаем этого ничего и да но посмотрим посмотрим еще раз ничего кроме психологической такой составляющей в том что кандидат будет этот или кандидат будет тот нет но но что касается мощности войск которые выстраиваются сегодня для схватки которая будет в ноябре вот для мощности но это правда тоже еще восемь месяцев восемь месяцев большой срок очень очень большой но знаете когда уже вот этот дистрик несчастный там как он там какой-то номер я не был 16 вот вот этот 16 дистрикт который как бы глубоко глубоко находится в республиканской территории если уже там вот это происходит поэтому вот такая интересная история и это то почему внимание приковано надо сказать что тут есть я сначала не год расскажу значит меня тут кто-то писал анекдот смешной как там на демонстрацию народ отбирают ну там в советское время значит отбирают и ты 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 пойдешь и там гатрабинович вы будете нести портрет товарища черненко про бенович ведь вы поймите как мужики я не то что против но я когда портрет брежнева не остык брежнев умер потом я нес портрет андропова андропов умер его именно поэтому то есть рабинович понесете вы у вас легкая рука так вот у трампа оказалось довольно легкая рука потому что когда были предыдущие выборы вот тоже привлекшие много внимания когда сенатор от алабамы должен был избраться и избрался демократ вместо республиканцев там правда в его пытаются опустить республиканцы этого республиканца говорят что он там так не бог весь какой кандидат вот хотел очень про трамповский был а и он вообще не были обвинения что он там детей как-то сексуально значит интересовался детками короче в общем там были на него всякие дела но но тоже это глубоко республиканская территория и трамп поехал ему стать помогать типа он ну как его поддерживаю сейчас вот он ему туда так поддержки и он его так поддерживал поддерживал но у нее такая манера поддерживать что он вообще не говорит об кандидате он выходит и говорит о себе он это себе он ведь о том как пресса его достала как туда-сюда и вешать но если вот вы меня поддержать они естественно приходят на него посмотреть послушать там энтузиазм массы йоги нужен понятно что вот кого я поддерживаю тот выиграет обычно вот этой фразой заканчивается перечисление достоинств кандидата а дальше он просто о себе ну и дальше тот проиграл значит его та лошадь пришла второй значит аналогичная ситуация по таскать проведению избирательной кампании оказалось сложилось сейчас вот в этом несчастном дистристе приехал трамп приехал вице-президент пенс там еще несколько очень высокопоставленных людей из кабинета они приехали поддержать своего кандидата хотя опять зная что он может и проиграть тоже они уже сейчас так его лажают но да он там не такой сильный он там и что-то очень какой-то не такой не очень правильный кандидат так так вот как бы готовиться к поражению что ли я не знаю ли так в соломку стелит но во всяком случае трамп произнес какую-то феноменальную совершенно речь когда я не забыл ли у него там какой-то значит сценарий пока ну для выступления там на какой-то текст наверно был но он как-то сошел с рельс абсолютно и понес и понес и понес и понес и опять это было только о нем потому что ну а мы тоже понимаем ну а кому интересно поговорить вот пришел человек ну а кому он и себе и о том как его опять как его травят как его тут как его так как его еще чего-то и вот и опять тоже этот но вот я вот вижу сколько вас тут собралось где там там все в красных кепках гает понятно же что наш кандидат придет первым вот и он там наговорил много всякой дряни которая разбирается просто как вот но я если по жванецкий вот выступал тоже знаете был такой анекдот как чуваки сидят там перед телевизором и ржут значит и потом выходит диктор появляется кто-то выступает появляется диктор и говорит вы слушали значит вы смотрели выступление там генеральной секретаря цк кпс с товарища леонид ильича брежнева на пленуме там когда один уже грамот ну ты же видишь я же тебе говорил а ты ж ванецкий званецкий вот и короче такой вот значит такую клоунаду он там устроил я эти похоже что у мужика легкая рука вот стоит ему кого-то поддержать и быть беде в общем я бы на месте других кандидатов как бы отказывался от такой помощи в будущем но посмотрим я так юморю конечно поглядим еще раз не имеет никакого значения как ляжет бубна и значит вот челубея сразу убили пересвет значит свалился замертво когда доехал до своих а может быть это неважно то есть неважно в какой момент наступила смерть а а существенно то что оба погибли вот хотя еще раз мы понимаем что психологический аспект того кто погиб раньше он существенен для морального там духа войск мама родная действительно нет это поворачивать машинка я тут просто чтобы посмотрели тут передо мной вот такой вот агрегат стоит я подумал сначала что он вообще тут заблокировал дорогу а потом вижу он мигает желтеньким налево правда в случае так ощущение такое что должен был бы повернуть внизу желтый у него сейчас посмотрим в общем вот такие у нас не знаю даже кого куда отнести ну пусть будет демократический пересвет на консервативного челубея вот они армии выстроились значит богатыри вышли и сегодня вот сейчас у меня полодиннадцатого утра а там у них на три часа впереди время избирательные участки открыты люди голосуют очень такая интересная страна америка по вторникам голосуем чтобы на даче не уезжали у кого есть это правильно в общем на этом мы с вами друзья и прощаемся счастливо